11-м году в сезоне. Очень неплохие дуги, очень чистое скольжение. Очень много, естественно, находок. Знаете, какая сложная поддержка с переходом. В равновесии партнера на ноге, ход назад. Очень сложная поддержка. Итак, скорее всего, итальянцы сейчас возглавят таблицу результатов. Забегать мы вперед не будем, но у них был достаточно приличный запас прочности перед теми же американцами в 11 баллов с лишним. Да, они, конечно, более того, 92-95 – это их новый личный рекорд в произвольном танце. Они безоговорочно лидеры пока. Приближается кульминация соревнований танцоров в рамках второго этапа гран-при. Фигурному катанию скейт-кеннадо на льду. Кэтлин Ливер, Эндрю Поже. Канадцы. Претенденты на призовое место на этом турнире. Иному никак сказать-то нельзя. Конечно, они проиграли Верчу Мойр много, больше 8 баллов. Но итальянцев опередили в коротком танце на баллы 4 десятых. Очень удачным было их выступление. Мне лично запомнились они. В Москве на чемпионате мира. Пятое место. Причем в произвольном танце были четвертыми. И в итоге до бронзы, а бронзу сенсационно получили братцы-сестра Шибутани, американцы. До бронзы у Эверпа уже не хватило трех баллов всего. Вот так. Молодые спортсмены, но уже заявившие о себе. И, кстати, единственный танцевальный дуэт, который заявился на три этапа чемпионской серии Гран-при. Мы их увидим на NHK Трофе в Японии. И увидим в Москве на заключительном шестом этапе. Я надеюсь, что увидим. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok